14 сентября в Чите на Титовской сопке пройдет ежегодная акция блогер против мусора. Уборка будет идти на самое ее вершине. Участие в мероприятии могут принять все желающие. Подробнее об этом расскажет мой коллега из телекомпании Альтес Александр Смирнов. Здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Илона. Акция блогер против мусора проходит в России уже третий год подряд. В прошлом году в акции приняли участие более 30 тысяч человек. Они помогли собрать 350 тонн мусора в лесах, парках и других общественных зонах. В этом году к участию готовится более 50 тысяч активистов из 200 городов России. В Чите их ожидается не меньше 50. А пока к другим темам. В выставочем центре Забайкальске открылась третья международная православная выставка-ярмарка от покаяния к воскресению России. Она посвящена 1025-летию Крещения Руси. Сегодняшнее утро для православных забайкальцев началось божественной литургии в Кафедральном соборе в честь усекновения главы Иоанна Крестителя. Ее отслужили архиепископ Веленский Литовский Иннокентий вместе с архиепископом Читинским и Краснокаменским Евстафием. Владыка Иннокентий с 1996 по 1999 годы служил в Читинской и Забайкальской епархии. Его пребывание в Чите совпало с началом выставки-ярмарки, которая традиционно открылась молитвой. Выставка объединила более 80 участников из разных городов России, Белоруссии, Греции, Украины, Молдавии, Израиля. Из всех уголков в Читу привезли особо почитаемые православные иконы. С просьбами о помощи в нуждах Читинцы обращаются к иконе с частицей мощей Блаженной Матроны. Помощь в избавлении от заболеваний просят перед иконой Божией Матери Всецарица. Список впервые привезен в Читу из Греции. В прошлом году на православной выставке я помогал одному монастырю, но в этом году попросили помогать русскому скиту Успения Богородицы к Силоргу. Скит Успения Богородицы – это первый русский монастырь на Афоне. Каждый посетитель может не только поклониться православным святыням, приобрести иконы, свечи, платки или крестики, но и внести благотворительный взнос на помощь сиротам и инвалидам, на возведение храмов. Здесь заказывают молебны, к примеру, об укреплении духа, об умножении веры, о здравии душевном и телесном и даже о даровании супруга. Когда идешь сюда, и душа хочет открыться, и за детей у Бога просишь. Сколько заказывала молебны, заказывала даже камушки в церкви, где строятся камешки. Каждый камень именной. Я подписывал своих детей, что я принимал участие в постройке этой церкви. Выставка-ярмарка несет и просветительскую миссию. Здесь много книг. Из Москвы привезли 4,5 тонны православной литературы. Люди хорошо вотстраковленные, люди читающие, приходят за святоотеческой литературой. А люди, которые приходят один раз в год в храм Кулич посвятить, приходят за православной художественной прозой. Читают ее, а потом приходят уже за более серьезными книжками. Народ сейчас читает, очень много читает. Все, что новое появляется, оно как-то интересует, интригует даже, может быть, человека. И вот тогда, когда будут здесь еще проводиться беседы на сугубо духовные темы со священниками, это может тоже послужить хорошим таким вот добрым импульсом для того, чтобы приблизиться к духовному миру, приблизиться к церкви. Православная выставка-ярмарка продлится до 16 сентября. Завтра в Кафедральном соборе состоится божественная литургия памяти святого благоверного князя Александра Невского и крестный ход с привезенными в Читу святынями. Екатерина Станиславская, Ирина Михайлишина, Валерий Широков. Время новостей. Сегодня Православная Церковь отмечает память святого благоверного князя Александра Невского. В этом году праздник ознаменовался пребыванием в Чите Великой Святыни при Амуре иконы Божьей Матери, именуемой Албазинская. Ее привезли в Читу из Благовещенска всего на два дня. Об этих событиях подробнее в репортаже студии «Слово Читинской и Краснокаменской епархии». Икона слова «Плоть бысть», что в переводе означает «слово стало плотью», была привезена в Преамурье еще в середине 17 века, когда сибирские земли только осваивались русскими. Икона находилась в Албазинском остроге, поэтому и получила название Албазинской. Несколько лет шла борьба русских с китайцами за владение даурской землей, и образ Царицы Небесной не раз спасал русские войска от гибели, являя чудесную помощь православным воинам. С тех пор икона стала символом русского господства в крае. Святой образ привезли в Читу из Благовещенска. Сегодня, в день памяти святого Александра Невского, множество четинцев постарались утром прийти в Казанский собор на Божественную Литургию, поклониться прославленному образу Богородицы и почтить память Александра Невского. Сегодня мы преклонились все к этой иконе, желаем, чтобы она, конечно, нам помогла. Но икона сама по себе, конечно же, не помогает. Надо нам усилия к этому приобрести, а для этого нужно посещать храм, молиться Иисусу Христу Богу нашему и, конечно же, Пресвятой Богородице. На праздник собрались священники из приходов Забайкальского края, возглавили литургию архиепископ Евстафий и гости епархии – архиепископ Веленский и Литовский Иннокентий. 13 лет владыка Иннокентий не был в Забайкалье. Вспоминает время, когда ад перебыл в Байкала и на восток, за границей Амурского, всего было три православных храма. Но милости в Господь, как всем нам, желает всем нам, чтобы мы, уверовав в Него, стали на путь спасения. Мы воочию, своими глазами, в течение одного поколения видели, как возрождается теплославная земля. Мы молимся в этом замечательном федеральном храме. Мы видим, как строится новая православная храма. Мы видим, как число православных верок умножается во всех наших приходах здесь. И это называется чувством огромной благодарности к Богу, который не оставил нас, презрел на нас и даровал нам все необходимое для нашего спасения. В память о пребывании на Забайкальской земле и о совместной молитве архиепископ Евстафий преподнес в дар владыке Иннокентию Панагию, образ Богородицы. Крестный ход в этом году изменил традиционный маршрут и отправился к выставочному центру, где второй день проходит православная выставка-ярмарка. Чудотворную албазинскую икону образы Александра Невского, Святых Петра и Февронии и другие пронесли по улицам города, а в выставочном центре совершили перед ними краткий молебен. Сегодня мы очередной раз прошли крестным ходом, тем самым совершили духовную дезинфекцию своих душ, как участники этого божественного, благодатного духовного действия. И, конечно же, благотворно это скажется на духовной дезинфекции нашего города Читы. Дай Бог, чтобы мы всегда об этом помнили. И всем вам желаю, чтобы вот уже начавшаяся православная выставка-ярмарка послужила нашему приближению к Богу. Выставка продолжит свою работу до 16 сентября. Можно будет приложиться к афонскому списку щедотворной иконы Всецарица, иконам Матроны Московской, святителя Луки, святителя Спиридона Тремифунского с частицами мощей, ковчегу из Глинской пустыни и другим святыням православного мира. Видео в студии слово Читинской и Краснокаменской епархии.